Итак, друзья, лето закончилось и к нам постепенно приходит осень. Кому-то она уже пришла, у кого-то она находится на подходе, в любом случае она не за горами. И сегодня мы будем с вами обрабатывать осеннюю фотографию. Осенняя фотография, как и любой другой жанр, имеет свои особенности, свои тонкости, свои нюансы, свои секреты и свой подход. И в этом видео я вам расскажу о секретах обработки именно осенней фотографии. Обрабатывать мы с вами будем на телефоне и для того, чтобы вам освоить навыки обработки такой фотографии, вы, конечно же, можете скачать снимок, с которым я буду работать в этом видео, в описании к этому ролику и потренироваться в обработке вместе со мной. Фотография будет размещена в трех форматах. CR2, DNG и JPEG. Уж точно хотя бы один из этих форматов откроется у вас на телефоне и вы можете попрактиковаться в обработке осенней фотографии. И помимо того, что я сегодня вам раскрою свои секреты обработки осенней фотографии, я вам еще покажу один вид кривой, которую можно использовать при тонировании и цветокоррекции. И этот способ достаточно простой и его очень легко повторять и выполнять на телефонах. Ну а если ты впервые на моем канале, не забудь перейти в мой инстаграм, ссылочка также в описании к этому видео, и забрать в подарок два замечательных набора пресетов. Итак, друзья, вы на канале Art Photo Life, меня зовут Серджо, и приступаем к обработке. Итак, друзья, первым делом, что мы с вами делаем, это отрегулируем яркость экрана. Поставьте его вот сюда, вот на серединку. Такие настройки позволят вам наиболее оптимально обработать фотографию, используя светотеневой рисунок, цвет и контраст вашего изображения. Итак, открываем Lightroom. Мы будем обрабатывать только в Lightroom. Не будем использовать никакие дополнительные фильтры, никакие дополнительные танцы с бубнами. Только Lightroom, только кривые, только цветокоррекция. И когда вы фотографируете осеннюю фотографию, особенно в переходящий момент от лета к осени, то у вас на фотографии будут различные оттенки. Зеленый, желтый, красный. Но мы же хотим получить красивый, оранжевый, насыщенный цвет. Вот с таким цветом и сегодня мы с вами будем работать. Итак, друзья, переходим в базовые настройки. У нас на телефоне они называются свет. И давайте перейдем сразу в светлые области, смотрим на кожу. У нас должна сохраниться светлая фотография, но при этом должны уйти излишние светлые участки. Я останавливаюсь на значении минус 61. Теперь поработаем с тенями. Давайте мы сделаем тени чуть-чуть посветлее. Ну, где-то, пожалуй, на 50, наверное, можно остановиться. Далее, друзья, давайте поработаем с белыми. Это точка белого. И смотрите, у нас что получается. Вот таким вот образом фотография засвеченная. И когда мы ее снижаем, у нас получается такой кинематографичный, немного матовый рисунок. Но нам совсем убирать сюда не стоит. Портрет все-таки должен быть яркий, насыщенный. Поэтому где-то минус 27, я думаю, будет достаточно. И черный, конечно же, у нас добавляет контраста, если мы его уменьшаем. Либо делают фотографии более такой вот воздушной. Осенние фотографии любят контраст, любят насыщенность. Поэтому давайте мы черный с вами опустим где-то на минус 15. Получим вот такую контрастную картинку, которую мы немного доработаем при помощи кривых. Итак, друзья, теперь переходим в кривые. Нам понадобится кривая RGB. Это самый левый белый кругляшочек. Теперь давайте мы нижнюю точку, точку черного поднимем немного вверх. Не доводя до середины вот нижнего квадратика. Чуть-чуть ниже. Теперь, друзья, я среднюю точку верну на середину, на вот это перекрестие. Здесь давайте посмотрим, что мы с вами сделаем. Поднимем чуть-чуть немножко вверх. Точку белого я слегка опущу. Буквально вот таким вот образом. И теперь, друзья, давайте переместимся вниз примерно на треть нижнего отрезка между самой нижней и средней точкой. Где-то вот примерно сюда. И слегка потянем вниз, чтобы получить необходимый контраст изображения. И теперь, поднимая вот эту вот точку, мы можем с вами увеличивать, либо понижать винтажный эффект изображения. Давайте пусть будет вот таким вот образом. Итак, друзья, мы продолжаем работать с кривыми. Переходим в красный канал. Итак, друзья, мы с вами зажимаем и удерживаем самую нижнюю точку, точку черного. И отводим ее немного вправо. Буквально на чуть-чуть. Вот таким вот образом. Наше изображение стало слегка таким зеленоватым. Пусть вас это не смущает. И давайте мы теперь поработаем со средней точкой. Поднимем ее немножко вверх. Вот таким вот образом. Чуть-чуть выше середины. И вот эту точку, которая находится между нижней и средней, мы тоже, пожалуй, подтянем немножко вверх. Таким образом, мы в самых темных участках добавили немножко аквамарина. А в средних участках мы добавили больше красных оттенков. И не забывайте, друзья, если на вашей фотографии модель, то всегда смотрите на кожу лица. Кожа лица должна сохранять естественные оттенки и приобретать только лишь красивые, слегка оранжевые цвета. Ни в коем случае цвет кожи не должен уходить в синие оттенки, в желтые оттенки, в фиолетовые. Это только испортит вашу фотографию. Далее, друзья, переходим в зеленый канал. Зеленый канал у нас отвечает за фиолетовые оттенки. Теперь также зажимаем точку, самую нижнюю, и ведем немного вправо. И в нашу фотографию добавляются красивые фиолетовые оттенки. Не злоупотребляем. Делаем прям совсем-совсем чуть-чуть. И теперь давайте посмотрим, что будет, если мы среднюю точку поднимем вверх или опустим вниз. Я бы чуть-чуть ее опустил бы вниз. Прям чуть-чуть, еле заметно. И теперь давайте точку, которая находится между средней и нижней, также попробуем подрегулировать. Ну, я также не злоупотребляю, чуть-чуть опущу вниз. И вот, друзья, наша фотография становится все красивее и красивее. Далее, друзья, переходим в синий канал. И теперь добавим немножко холодных оттенков. Зажимаем нижнюю точку, точку черного, и приподнимаем ее немного вверх. Вот таким вот образом. И когда в наши фиолетовые оттенки добавляется немного синего, то у нас получается такой красивый винтажный эффект. И теперь давайте посмотрим, как мы отрегулируем с вами среднюю точку. Я, пожалуй, даже ее верну вот сюда в среднее положение. Потому что я не хочу в средних тонах иметь холодный цвет. А как вы знаете, средний тон это у нас в том числе и тон кожи. И вот эту точечку среднюю мы также с вами подвигаем, чтобы выбрать какой-нибудь оптимальный эффект. Фотография наша должна быть теплой, красивой. И в самых темных, самых темных участках теневых мы можем получить еле заметные синие оттенки, поднимая точку черного в синем канале немного вверх. Вот таким вот образом. Пожалуй, на таком значении кривых я остановлюсь. Нажимаем готово. И теперь давайте посмотрим, какая фотография у нас была изначально. И что в итоге мы получили. Поработав только лишь с базовыми настройками и с кривой. Но это еще не все. Нам нужно с вами доработать желтый и зеленый цвет. Поэтому мы двигаемся дальше. Итак, переходим с вами в цвет. Далее переходим в смешение цветов. Красный цвет. Начинаем с него. Давайте посмотрим, какой красный цвет нам подобрать на этом изображении. И он больше, конечно, отвечает за пальто нашей модели и губную помаду. Поэтому вот такой морковный оранжевый цвет мы, конечно, с вами делать не будем. Сделаем его слегка похолоднее. Уберем в сторону фиолетовых оттенков. Буквально чуть-чуть на минус 5. Насыщенность. Ну, насыщенность давайте чуть-чуть прибавим. Не злоупотребляя буквально на плюс 5. И посмотрим яркость. Яркость я бы, наоборот, немножко сделал бы пониже. Минус 4, минус 5, я думаю, будет достаточно. Таким образом, красный цвет приобретает более такой кинематографичный оттенок. Можно даже сделать еще, пожалуй, чуть-чуть потемнее. Где-то, наверное, пусть будет минус 8. Итак, теперь переходим в оранжевый цвет. Оранжевый цвет, как вы помните, у нас на коже модели. Поэтому действуем крайне осторожно. Оттенок я подвину в сторону красных буквально на минус 3. А насыщенность добавлю на плюс 3. Яркость? Яркость я, пожалуй, трогать не буду. Мне кажется, это излишняя настройка в данном случае. Итак, переходим теперь в желтый цвет. И давайте посмотрим, что будет делать у нас регулировка желтого цвета. И как вы видите, что у нас, двигая ползунок тональности желтого цвета в правую сторону, у нас больше добавляется зеленых оттенков на фотографии. Ну, а точнее на листве. Вот в руке модели листик и фон, который находится за моделью, за спиной. И двигая влево, наша фотография приобретает полностью такое тонирование, более симпатичное. И я желтый цвет уберу, ну, прям буквально вот на минус 60. Насыщенность я сделаю чуть-чуть посильнее, где-то на 20. И давайте посмотрим яркость. Ну, и даже можно свечение желтого цвета сделать также поярче, сделать его где-то на 35. И вот таким вот образом листик в руке модели прям, видите, буквально засиял. Теперь давайте переходим в зеленые оттенки. Ну, зеленые оттенки я сразу предлагаю полностью оттенок убрать в сторону желтых. Таким образом мы полностью побороли ненужную нам зелень на нашем изображении. И насыщенность, ну, здесь уже ничего не заметно, можно не трогать. Остальных оттенков у нас на изображении нет, поэтому другие цвета мы не трогаем. Кликаем готово. Теперь переходим в цветокоррекцию. Давайте перейдем в тени. Кругляшки мы с вами вот эти двигать не будем, это очень неудобно. Поэтому мы с вами откроем вот здесь вот ползунки. Насыщенность сделаем побольше, где-то примерно на 45 на 50. И теперь давайте подберем красивый цвет нашей тени. Пожалуй, я остановлюсь вот на таких фиолетовых оттенков. Это у меня где-то значение 250. Красный и оранжевый всегда любят дружить с фиолетовыми оттенками, не забывайте это. Но насыщенность, конечно, мы такую же сильную делать не будем. Я буквально оставлю ее где-то на 15. Ну, что ж, довольно-таки неплохо. Дальше переходим в средние тона. Я также насыщенность подвину посильнее. Ну, здесь делаю, наверное, где-то на 25. И теперь давайте подберем оттенок. Как вы видите, средние тона у нас очень сильно влияют на цвет кожи. Поэтому здесь мы будем ориентироваться именно на цвет кожи нашей модели. И я выберу вот такое вот значение 36. И его убавлю где-то буквально на, наверное, на 7. Насыщенность я поставлю, этого будет достаточно. И теперь переходим в светлые участки. Насыщенность прибавляем посильнее где-то на 50. И давайте поработаем теперь со светлыми участками. Подберем значение. Я думаю, оно должно быть где-то 42. Такой тон фотографии мне нравится больше. И насыщенность, конечно же, мы с вами немножко подожмем. Но я думаю, что где-то на значении 15 можно остановиться. Кликаем, готово. Итак, друзья, с виньеткой здесь работать смысла нет. Потому что фотография выглядит и так очень достаточно хорошо и привлекательно. Резкость я вам тоже не советую повышать на женских портретах. Потому что это усилит текстуру кожи. И это будет смотреться не очень эстетично. Единственное, что бы я добавил на этой фотографии, это, наверное, в базовых настройках чуть-чуть бы убавил контрастности. Буквально где-то, наверное, на минус 15. Потому что работая с кривыми, мы всегда контрастность повышаем. И слишком повышенный контраст на женском портрете будет делать фотографию слишком грубой. И давайте мы слегка поднимем экспозицию. Сделаем фотографию более вот такой вот яркой. Ну и, конечно же, не забываем про температуру. Давайте посмотрим, как фотография наша будет выглядеть потеплее или похолоднее. Итак, 5600 кельвинов у нас стоит температура по умолчанию. И я сделаю фотографию чуть-чуть потеплее. Буквально где-то вот на 5700. Ну, 5653 у меня получилось. И оттенок я бы, может быть, еще добавил чуть-чуть фиолетовых оттенков. Буквально прям чуть-чуть. Наверное, значение 5 будет достаточно. Теперь давайте посмотрим. Подрегулируем насыщенность. Насыщенность я чуть-чуть убавлю. Красочность фотографии можно слегка добавить. Смотрим всегда на кожу модели. Красочность 15. Итак, кликаем сверху на роготульку. Выбираем экспорт как. Выбираем формат, который вам нужен. Я выберу для размещения JPEG. Размеры самые большие. Качество 100%. Переходим в другие параметры. Ходная резкость экрана. Величина высокая. Цветовое пространство. Обязательно ставьте sRGB. Возвращаемся назад. И кликаем галочку. Фотографию сохраняем. Ну и давайте посмотрим, какая фотография была у нас изначально. И какую фотографию мы получили. По-моему, очень неплохой и симпатичный результат. На этом, друзья, все. Если видео было полезным, можешь поставить лайк. Не забудь подписаться, чтобы не пропускать следующие полезные и новые видео уроки по обработке фотографий. И не забудь заглянуть в мой инстаграм и забрать в подарок два замечательных набора пресетов. Ну а я желаю вам творческих высот, красивых фотографий и легкой обработки. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok